Переподключение успешно. Я надеюсь, что вот я сейчас начну говорить, что меня слышно, что не надо по-новому там перезагружать. Вот такая картинка выскочила. Поэтому, если что не так, Антон Валерьевич, Юрий Владимирович, пожалуйста, перезвоните, скажите, не работает. А если молчите, значит, все в порядке. Итак, вебинар 154. И вот перед вами вот эта картинка со знаменитой басней, если кто помнит, про муравья и стрекозу. И вот с чему я это говорю. Вот эта вот картинка. Мы были детьми с вами. Милые вот такие картинки. Конечно, автор басни, когда оставил в мураве умирать стрекозу на морозе, конечно, на воспитывал детей не те чувства. У меня это чувство жалости вызвало. А потом выросло целое поколение. Я не говорю, что как раз именно из-за басни, которая кончается, так пойди и я переначиваю, так пойди и умирай. Вот. Просто я сейчас вынужден это сказать. Выросло несколько поколений людей, жестоких по своей природе. Именно к природе. Не понимая, что мы здесь гости на земле. А они хозяева. Вот. Сейчас поймете, к чему я говорю. Оглянуться не успела. И вот посмотрите. Вот это первая попавшая фотография из интернета. Видите? Вот здесь вот царствует жизнь. И муравьи, и стрекозы, и гусеницы, которые все так ненавидят. Вот. И не понимая, что гусеница – это не вредное существо, чтобы вот это все взять. Вот так вот. Каторжным трудом, чтобы эти гусеницы уничтожить. Ух-х-х. Гусеница является пищей, цепочкой, которая заканчивается деревом. Ну, как объяснять это людям? Почему они все-таки, мне чуть не сказал обидное слово. Как это не понимать? Как можно взять вот эту природу всю, взять лопаты, там, трактор, все это уничтожить? Ведь не нужно это саду, не нужно это деревьям, вот эта вот бесконечная перекопка. Не нужна она деревьям. Она только вредит. Вся еда отобрана. Листья потом упадут, и их тоже граблями уберут. Так. Ну-ка, сейчас у меня здесь памятка. Недавно пришло письмо. Сейчас я его поищу. Мы никуда не спешим. Ну, у нас еще впереди вся жизнь. Так. Углок, углок, углок. Вот он. Смотрите. Валерий Константинович. Ну, я не планировал, но нам все, все да потому. Добрый день. Хочу спросить у вас совета. Ко мне обратилась женщина Салтая. За советом после того, как я прокомментировал фото про правильное саженство. Теперь она с нами. Я скинул ссылки на ваши каналы. Будет учиться. Отправила мне фото яблони. Первый мой совет есть, что нужно вытащить железные колы, которые привязаны яблони. Вот наш человек, Алексей. Спасибо вам. Железные колы, которым привязаны яблони. Убрать проволоку, в которой эти яблони привязаны. Представляете, саженцы. Еще микроскопически я уже вынужден их держать. Зачем попало. Второе, что я и сказал, что нужно было обрезать при посадке. Посмотрите, какой высоченный штамм. Что посоветуете? Я, конечно, посоветовал укоротить центральный проводник. Может проснуться спящие почки на штамме. Слушайте, вы соображаете, зачем я вам дуну? Не знаю, правильно ли. А еще она пишет, что у них село стоит между холмов. Какой-то особенный микроклимат, где даже вишня не растет. Ну, между холмов, наверное, между холмов, может быть, и юг, и север, и запад, и восток. Тут уж как повезет. Так, ну, теперь посмотрим на эти фотографии. Вот одна, видите? Посмотрите, кто я такой саженец выращил и продал? От нуля все ветки уничтожены. И вот отсюда начинается штамп. Штамп, какой кто-то в девятнадцатом веке совершил великую глупость. Я не буду, нет, я знаю, кто. Потому что там как раз такой саженец, это и был. Вот такой-то и был. Длиннюючим невероятный штамп без веток. И только на кончике вот так вот ветки висели. И это была схема. И вот эта схема бита в голову 150 лет. Уже больше. Как они не понимают? Вот деваться ей некуда. Она била железный пруд. Теперь замерзнет сто процентов. Она пробила основание штампа. У нее нет... Это же всю жизнь она будет вот так вот березти лопатой, лопатой, тяпкой, лопатой. Что это такое? Какой сад-то? Вот в лес пусть пойдет. Что-то ни один лесник, ни одного квадратного метра не скопал. А все растет. И вот получается вот такая картина. Сад Сородли. Значит, если бы он сам... Он, видимо, или такой был посажен, или он умудрился год порасти и дать вот эту кровь. Но настолько высоко, что если сейчас не убрать железную трубу, значит, он замерзнет. А если убрать, то упадет. Вот пока у него такие варианты. Ну-ка, давайте на второй саджинец посмотрим. Но этот еще круче. Как так можно? Что же это за саджинец такие? Вот это болезнь питомника. Вот это вот выращивает. Сейчас, что сейчас делать? Уже не пересадишь, уже растет. Ну, пусть растет. Вот так вот. Посоветуйте. Вот так отрезать. Алексей, вот так, смотри. Смотришь, это не сейчас весной, если доживет. Вот, естественно, металлические эти, его надо убрать, эти ломики. Вот здесь отрезать. Раз. И вот здесь. Вот здесь. Вот так отрезать. Два. Оставив понемножку почек на каждую из вот этих вот самых. Вот это еще можно спасти дерево. И вы правильно сказали. Наверняка проснутся почки ниже. Раз туда не дадим расти. И она примет нормальную форму кроны. Не вверх будет расти, а вширь. Потому что это не шутки. Это вам не Африка. Так, посмотрели. Возвращаемся к нашему фитнес-казалу. Ну, не скажу, кто-то обидится.